Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами ее и ловите, большую и маленькую. Приветствую зрителей моих каналов. Сегодня будет несколько драматичное видео, ну и поучительное. Потому что я заказал много блесен по моим меркам. Забрал их из пункта выдачи. И только дома выяснилось, что сбоку коробки дырка. Поэтому другим наука, соответственно, смотрите внимательно. Я не знаю, успели там кто-то что-то выковырить из коробки, но было бы очень досадно и обидно. Я-то как-то привык людям доверять. И посмотрел только наличие скотча, вроде бы все на месте. Но при желании давно можно было вытащить большую часть. Причина покупки кучи блесен, это вот цены всего чего угодно. Вот берем МЭПС в Озоне. 403, 509, 313, 465. Это за одну блесну. 568, 409, 509, 466. То есть средняя цена получается на блесну 500 рублей. Мне столько вообще, не вытянуть мне такие блесны. С учетом того, что половина из них окажется еще и подделкой, да? Поэтому, блин, был найден магазин. Называть ничего не буду, догадайтесь сами по фирменному скотчу. Я думаю, что мои-то зрители вполне себе головой думают. Они только ищут где-то прямую ссылку на товар найти. Достаточно в кадре внимательно посмотреть. Вот сегодня я буду только доставать и считать. Соответственно, кому скучно, могут сразу идти. А и тем, кому не скучно, посмотрят. Потому что будет, скорее всего, три ролика по этой распаковке. Потому что здесь, как бы, три кучки будет приманок. Часть из них американские. Это вот такие вот вертушки с изогнутой осью. Ипинджер фирмы. Почему они тут ни одного типа, поэтому будет, я думаю, интересно. Есть колебалки, есть вертушки. Есть побольше, есть поменьше, соответственно. Так. Дальше. Есть вертушки вот такие на иной колебалке. На таких вот картонных подложках. Соответственно, с логотипом фирмы, которая их выпустила. И магазины, которые торгуют. И вот такой пакетик с мэпсами. Ну и бумага сопровождающая. Поэтому уж наберитесь там терпения. Потому что мне надо будет всю эту фигню посчитать. И посмотреть. Распакую я сегодня только мэпсы, потому что они без упаковки. То есть это пакет. Я их высыплю сейчас вот сюда. Как это получится. Потому что тут еще крючки наверняка сейчас мне будут. Вот это не дадут высыпать. О, всего три блесня зацепилось. Вернее, даже за пакет зацепилось две. И надо будет посчитать, сколько это. Потом я назову сумму. И стоимость в среднем. Сколько здесь получилось. Потому что по сегодняшним делам, по сегодняшнему дню, пожалуй, имеет смысл сделать хоть какие-то запасы. Потому что по 500-800 рублей покупать блесны у меня никаких нервов не хватит. Тем более на них ловить. Это же вы не в коллекцию их складываете. Так, и мне надо, наверное, ручку. Потому что я буду вычеркивать или галочки ставить в бумажки. Так что работа такая, бухгалтерская будет сопоставить. Блин, еще и ручка не пишет. Вы мне, в принципе, можете пока там понаписать. Я оставлю открытые комментарии. Я тут доголосовалку на сайте делал. Не на сайте, на этой... В сообществе канала YouTube. И народ там, соответственно, ставил галочки. За сколько он готов покупать блесны. Там верхняя была планка вообще 200 рублей всего. Соответственно, блесны, которые здесь куплены, в пределах 200 рублей. Так, начинается бой. А, с учетом того, что они вообще не маркированы. 3-3-3-0-2. Две штуки. Вот такие вертушки в начале 2000-х появились. Выглядели очень привлекательно. Интересные лепесток, интересные грузики по форме. Я нескольких размеров и нескольких расцветок взял. И проблема-то в чем была? Они нифига не вращались. Я не знаю, это такого же производителя или они на одном заводе сделали. Вот будет интересно потом посмотреть. Так, смотрим. Из чего у нас тут? Дардевилы, да? Так, глаза стоим. Есть? Есть. Две штуки. Так, это вот американские блесны. Называются... Что там маски? Маски Виглер. Маски это щука такая местная. В смысле местная для американцев. Made in USA. Не то, что я там этот... Какое-то там почтение им оказываю. Нет. Просто комплекты собраны американские. Соответственно, я собираюсь ловить на американские блесны. Ну, в ретро. Это достаточно старые блесны. Они там, я не знаю, сама фирма сначала, наверное... С девятнадцатого века фунциклируют. А то, может, еще и раньше чуток. Ну, девятнадцатый, по-моему, век. Так, а Дардевилы... Дардевил это чертик вот такой. Так, вон, видите, больше ста лет в деле. Так, желтые. Колеблющиеся. Две штуки. Следующие колеблющиеся. Еще две штуки. Так. Пока все совпало. Так. Три с половиной грамма Дардевил. Я знаю, что я их вот таких по два цвета заказывал. Потому что когда-то я смотрел каталог американский. И вот это... Цвета вот эти вот красные с белой полосой и желтые вот с этими... С бубями наиболее запомнились. Они мне... Ну, видите, колебалки такие же. Типа, как типичные для этой фирмы. Не может быть и не факт. Так, добавили. Дальше. Так, у меня их две бумажки. Где-то на второй бумажке еще одни должны быть. Так. Итого получается шесть штук еще. Так. Четыре еда. Привезли их давно. Видите, вываливаться начинает хорошо. Она не вытряхнулась нигде. Где могли, ведь они скобами соединили на складе. Так, три. Еще три. То есть, американки все на месте. Так, хорошо. Тен-тен-тен-тен-тен. Есть. Дальше. Аэлита теперь... О, все сказал уже. Но она тут и написана. Аэлита. Так, здесь 333-02. Смотрим, где она есть. Так, модель 333-02. А, блин, и цвет еще. И у П-13. Угу. 313-02. Есть такая буква. Такие же помельче, видите, только с точками красными. Так. 333-01. Три с половиной грамма. Так, еще два. Есть такие же маленькие? Еще где-то. Вот они еще. Тут есть и колебалки, и вертушки. Производитель один и тот же. Так, есть. Колеблющиеся 10 грамм. Это вот это. Ну, копия ТОБИ от Абу Гарсия 10-граммовые. Тоже покажу, почему я их взял. Две. Так, дальше. Колебалки вот такие. Это похоже на дам. То есть, ну, в принципе, шторлик, конечно, тоже наш похож. Ну, это именно на дам код. Ну, не копия. Не знаю, там, пародия. Дальше. Так, 5 грамм Элита. Так. Один цвет, другой цвет. 3, 3, 3, 3. Есть. Есть. Так, дальше отгребаем. Так, здесь еще две колебалки. Они, по-моему, у меня... Так, наклейка не отклеилась еще. Они тоже старые. В смысле, давно сделаны. Не старые, что они где-то там валялись. Так, одну клопотан. По одной штуке колеблющиеся. Есть. Дальше еще где-то у меня колебалки. Две вот таких маленьких колебалки. По 3,5 грамма. Насколько я помню, да. 30, 30, 0, 0. Так, дальше. Где она есть-то? Уже. Колеблющиеся. Да, есть. Так, положили. Так, Аэлита. Дальше. Тоже по две штуки. Другая модель. Напоминает несколько блесны от Бальцер к Колонель, но более вытянутые. Есть со всякими... Ну, они все тут со светоотражающими пленками. И получается их 5 по две штуки. Если я все правильно считаю. Так. Так, 6,5 грамм. 4,4,4. Вроде бы все. Так, с Аэлитами, мне кажется, закончили. И получается у нас остальное мэпсы. Да. Так, это можно убрать. А теперь будем мучиться с мэпсами. Не дай бог мне вот еще пакет кто-то тиснул. Так. По кучкам сейчас разложим. Так, медная одна. Медная... Так, 0. Где? Так. Продолжение следует... Так, 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 так. Сижу, а сам, блин, нервничаю. Вдруг у меня их спёрли. Может быть, общим количеством как раз так оно и есть. В смысле, не так оно и есть, что спёрли, а так, что оно, нужное количество присутствует. Так, даже XD пришлось брать, в плане того, что всё подорожало. На XD у меня, по-моему, у меня, правда, их там всего штук 5, наверное, но я, по-моему, на них толком и не ловил, на них и не клевало. Они закручивают леску достаточно сильно, но, тем не менее, Pander Martin такой же конструкции вполне себе работает, а Maps я не уверен, что они работают. Так, опять. Поэтому хотелось бы попробовать. Так, с зелёными точками, я не помню, были ли у меня Blackfield кометы, я поэтому взял на всякий случай. А Glee Long взял нулевые, два нуля, потому что у меня их, по-моему, всего две. Ну, а эти нулёвкие взял уже просто до кучи. Так. Заказываешь вроде много, а когда выкладываешь на стол, что-то нихрена, но немного. Так, этих три должно быть. Так, это единица, похоже. Так, это ещё одна XD. Так, это ноль. Это единица. Единица жёлтая. Так, третья. Странно, XD, а получается этот цвет-то не покрашен. Сейчас я объясню, в чём проблема. Так. Так, я не вижу. Что-то, мне кажется, по одной. Ну ладно, сейчас проверим. Так, понеслась. Либо всё сройдётся, либо нет, соответственно. Так, XD. Так, пошли. Три штуки Aglia 1+. Aglia Long. Вот самые интересные блёсны с номером 1. Хуже гораздо работают. У них короткий стоит грузик, типа вот этих. А эти подлиннее работают отлично. Раз, два, три. ТВ, копер. Aglia TV. Вообще рисунок должен быть на лепестке. Здесь лепесток Aglia, а грузик от Aglia TV. Который позволяет менять крючки. Тут вытаскивается... Сдвигается грузик. Можно крючок вместо крючка повесить что-то там другое. Например, крючок с твистером. Если ты не в курсе, то и так можно. Так, два у меня было в одном. Жёлтый ещё два. Так, два ноля. Копер. Опа. А, одна. Так. Два ноля. Копер. Два ноля. Голд. Два ноля. Сильвер. Так, вот они. Так, Aglia 2. По одной штуке три цвета. Раз, два, три. Так. XD 2,5 грамма красная и серебряная. Так, а просто, да? Красные. Самые маленькие. И две такие же серебристые. Есть. Так. Две. Две. Так. Побольше размером. На единице то же самое. Красные, красные. Есть. И белые, белые. Где там? Есть. А, я местами поменял. Ну ладно. Так. Оп-хоп. Так. И 5 грамм. Две штуки. Так. По одной бумажке сошлось. Дальше. Так. Мэпс 00. Огливонг. Этот. Медные две. Так. Дальше. Попер. Голд. Опа. Одна. Сильвия. Этот. Медный. Одна. Ой. Белые и медные. Так. Две медных. Потому что у меня их нет. Одна белая у меня есть. Поэтому их по одной куплю. Одна желтая у меня есть. Так. Добрали. Так. ТВ. Еще по одной штуке. Тут они по три лежат. Дальше. Единица белая. Белая. Две. Вот они. Так. Не вижу. Одну желтую. Вижу. Так. Хопа. Хопа. Слава тебе, Господи. Вот чтобы так не нервничать. Внимательно смотрите коробку. Чтобы не быть голословным. Вот она вся залеплена коробка. Да? Видали? Вот как она так порвалась. Слава Богу, оно было набито так, что через эту дырку, видимо, вытащить было невозможно. Даже если это кто-то пытался. Надеюсь, что так этого не было. Страшно. По сегодняшним-то ценам. Так. В общем. Считаем. Две. Четыре. Шесть. Восемь. Десять. Двенадцать. Двенадцать. Четырнадцать. Шестнадцать. Восемнадцать. Двадцать. Двадцать две. Двадцать четыре. Двадцать шесть. Двадцать восемь. 30 32 32 34 35 мэпсов Я столько вообще не помню, когда покупал Последний раз Так, 35 записываем Дальше Аэлита Так, давайте парами 2, 4, 6, 8 10 12 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Это уже получается 65 штук Так, 30 Так, я американцы пошли Так 1, 2, 3, 6, 8 И парами 8, 10 10 Блин, сбился Так 6, 8, 10 12 14 14 14 14 Так, итого получается 35, 30, 14 60, 70 Без одной штуки 80 79 штук 79, да Нифига себе Потрачено 8000 рублей То есть Средняя цена Получается По 100 рублей Подробнее буду Рассказывать Когда буду Эти кучи Разбирать И уже Вам показывать Какие И почему И для чего Купленные Мэпсы Вы уже в основном Видели Хотя это отдельно Тоже будет И соответственно Самый интересный На мой взгляд Будет американский Потому что Менее распространенный И Аэлита Потому что Фирма Давнишняя Но Малоизвестная Потому что Когда-то Их довольно Неплохо Рекламировали А потом Что-то куда-то Это все ушло И народ Интересоваться Ими перестал Потому что Видимо Очень просто Стало покупать Иностранные Приманки Иностранные Снасти А это Российский Производитель Ну Больше всего Наверное Ящики Аэлита Удочки Аэлита И катушки Проводочные Аэлиты Известны Но они делают Еще и Приманки Разнообразные От резины До Не знаю Там До ваблеров Естественно Они заказывают На стороне Так скажем Соответственно Они не совсем Наши Но В душе Они наши Все Ставим лайки Подписываемся Особенно На Дзен Там Наиболее Нужны Подписчики И ждем Распаковку Более подробно Уже Будем смотреть Каждую Блесну Отдельно Показывать Буду Ну не каждую В смысле Каждый вид Взвешивать Ну и прикидывать Как это Использовать Все Всем пока